Только посмотрите, какие эпичные скалы у нас получились прямо под водой. И они потихоньку куда-то пропадаются. И вообще, я не могу понять, какого черта здесь спаунятся все руды из всех модификаций. Это вроде как супер-плоский мир. Или я что-то не понимаю в этой жизни. Прикольно. Пейте, да я, ну, друг с тобой. Герон, и у нас сегодня топ-100 самых невероятных миров в Майнкрафте. Супер-плоском мире. Ты, впервые на русском языке, в самые темы эксперименты, начал снимать именно Герон 24 марта. Ну, а ролик самой первой серии я снял 23 марта, где-то поздно вечером, в 21 час. Если сутить по тем характеристикам, которые написаны у меня в файликах. Ну, теперь самое главное, дорогие друзья. Сегодня мы будем взрывать всякие интересные. Не просто взрывать плоские миры с динамитом. Ну, давайте идти в Майнкрафт до ручки, а потом смотреть, как этот динамит взаимодействует с разными материалами. Короче, будет красиво, интересно и хорошо. Теперь самое главное, дорогой друг, не забывай поставить большой пальчик вверх, если мы заберем много лайков, я отдам вам сборку Большой взрыв, в котором есть масса атомных боеголовок, всевозможных ракетниц и так далее, которые вы видели в прошлых сериях, короче говоря, это сборка на 1.7.10, я надеюсь, вы поставите много пальчиков вверх и быстро получите эту сборку без лишних разговоров, я сразу говорю в паблик ВКонтакте свой выложу эту сборочку. Что ж, дорогие друзья, давайте начнем сегодня к эксперименту с атомными боеголовками, с того, что мы создим так называемый мир, который я назвал бутерброд из шерсти, почему бутерброд? Ну, очень просто, смотрите, если мы зайдем в настройки мира, видно, что он состоит следующим образом, сверху слой из камня в 30 блоков высотой, дальше 2 слоя воды, дальше обычный динамит и дальше динамит из шерсти, вот этот динамит просто превратит весь камень в шерсть и по идее обычному динамиту это поможет пробиться через блоки воды, более того, динамит, по идее, вот этот, будет разлетаться во все стороны, как он обычно делает, прилетать через блоки воды и в теории может нанести урон камню, но это в теории, на практике я не знаю, чем закончится, давайте мы вот этот блок воды, пожалуй, уберем блок воды здесь, оставим блоки камня, дальше идет бедрок, вот так это все выглядит, очень интересная штука, поехали. На самом деле, чем хороши супер плоские миры, они довольно шустро работают. Также, дорогие друзья, пользуясь случаем, пока я добираюсь до этого самого динамита, который находится в 20 блоках отсюда, я напоминаю, что у нас есть стримы на Твиче, где мы проходим разные интересные карты на прохождение, ну, в смысле, с модами, конечно. До факта у нас очень классная ламповая атмосфера Майнкрафта с модами. Как процесс идет? Как настроение? Пошел процесс, пошел процесс, ничего интересного здесь не увидишь. Вот это неожиданный результат, ребят. Давайте мы включим, убьем лишние блоки отсюда. Блоки собираться не хотят. Во, все, Майнкрафт начало плющить. Очень жестко плющить, и очень жестко не хочет взорвать динамит. Во всяком случае, мир превратился в шерсть. Да, везде теперь шерсть, по-моему, вплоть до поверхности. Это прикольно. Наркомания. Причем, сколько я не взрывал этот динамит, который делает все вокруг, превращает в шерсть, каждый раз это разные цвета. То есть, в этот раз нам повезло, у нас шерсть белого цвета, иногда она зеленого становится, иногда из фиолетового. Как повезет. По какой логике выбирается цвет, я не знаю, ребят. Ноль реакции. Майнкрафт! Алло, игра, очнись. Зрители ждут. Давай. Стоп, 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 стоп. Что я вижу? Что это у нас? У нас уран заспавнился в шерсти. Вот это прикольно. Во, 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 во. В общем, крайне неохотно такая конструкция работает. Возможно, здесь проблема в том, что используем вот этот кусочек. И, как видите, блоки воды все-таки разрушаются. То есть, здесь есть блоки воды, здесь нету. Получается такой лабиринт из воды. Прикольно. Вот этого я тоже не знал, что такое можно получить на выходе. В следующий раз нужно будет оставить пару блоков воздуха. Не, прикольно, прикольно выглядит. Но взрывается крайне-крайне неохотно. У меня сейчас опять времени было мало. До 16 часов нужно еще успеть все это зарендерить. И опубликовать. Ну да ладно. У, вот это что-то такое. Это блок серы. Это бакновенная сера. Понятно. В общем, вот так вот оно будет работать. Соответственно, этот мир можно назвать метеоритный гамбургер. Метеоритный бутерброд. Назовем так. Кстати, не забывайте писать в комментариях, какой вам мир понравился больше всего. Может быть, я смогу придумать еще какие-то серии. Но на самом деле, мне суперплоские миры страшно доели. Своими багами, глюками и прочими изысками. Поэтому, ребят, не забывайте поддержать проект лайком, там, комментарием и все такое. Потому что это утомительно снимать просто-напросто. Е-е-е-е. Не, я не жалуюсь, ребят. Просто как-то, понимаете, вот вы же можете обеспечить мне какую-то мотивацию, поддержку. Все дела. Вот. Кстати говоря, насчет подводного Майнкрафта. Там проблема в том, что Дивайн оказался глючным. И меня на стримах, когда я пытаюсь проходить Дивайн, просто жесточайшим образом лагает в этих мирах Дивайна. Пошел, соответственно, в Эден, в рай и на тебе. Е-е-е-е. И не работает. Во-во-во-во-во-во. Красота. Сейчас красота начнется. Надо сейчас минут 10 будет подождать. Я к вам вернусь, когда там хоть что-то образуется. Сейчас там все равно ничего не увидишь. Там будет сейчас медленно, печально прогружаться чанки. Сто процентов. Ой, боже мой. Боже мой, что происходит? Что происходит? Боже, прикольно. Давайте я наверх выберусь мира и пережду, когда там все повзрывается в свое удовольствие. А, взрывы идут еще наверх. То есть понятно, часть динамита отбрасывают наверх. И меня, кстати, тоже я чувствую, что кидает наверх. Смотрите, 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 что начинается. Неожиданный поворот событий. Очень неожиданно. Дальше у нас третий бутерброд, который называется бутерброд 20. Я не знаю, как его еще назвать, потому что здесь мы будем использовать динамит. Динамит 20-ти кратный, он 20-ти раз мощнее обычного динамита. Если я, чтобы вам было понятнее, как он выглядит, давайте мы пойдем в тестовый мир, где он тут находится. И я вам покажу, как выглядит один такой динамит. Майнкрафт, пусти, пожалуйста. То есть ты принципиально не хочешь меня пускать, нет? Или как? Вот же проказник. Баленький плоский проказник из пикселей. Ладно, где у нас тут 20-ти кратный? Вот так вот. Видите, иногда шерсть получается зеленого цвета. От шерстяной бомбы. Бум! Большая дырка. Блоков не выпадает практически. Отлично, просто отлично. То, что доктор прописал. Отлично. Просто отлично. Просто шедевр. Так, где у нас там? Это было Гамбургера 20. Рекреейт. Вернемся сюда. Вот этот блок шерсти удалим. И запустим. Мир создается где-то 15 минут. Несмотря на то, что он большой и красивый. Это очень клево. Так вот, возвращаясь к стримам. Тема. Я все на стримах. Эту тему все никак не закончил. Здесь смысл в том, ребятушки, что мы теперь нашли другую сборку, которую будем стримить. Гораздо более крутую, чем подводная сборка. Но, надеюсь, что там хотя бы багов, глюков не будет. Я не буду пока что спилерить, что это будет, но будет очень круто. Давайте. Четыре блока динамита взорвались. И все. Печаль. Ребят, печаль. Не работает вариант. Тогда делаем так. Создаем, переформатируем этот мир. И просто убираем слой воды полностью. Вот этот слой воды. Ну ладно. Окей, поехали. Наша цель выяснить, сможем мы уничтожить этот слой воды или нет. И тогда все будет классно. Второй раз зажигаем. Смотрим. Теперь, что произойдет. Красиво тут у вас под водой, однако ж. Во-во-во-во-во-во-во-во. Теперь реакция пошла правильно. Боже мой. Неплохо, неплохо. Вода уничтожается. Но несмотря на всю мощность динамита, во-первых, у меня... У меня такое впечатление, что знаете, как я попал в какой-то вихр или смерч. У меня просто вот персонажа, я ничего не делаю. Его просто так, видите, мотает. Туда и сюда. Непонятно почему. Даже несмотря на использование гамма-брайты, у меня сейчас яркость в полтора тысячи раз выше, чем в обычном Майнкрафте. И меня это не спасает абсолютно. Японский городовой. Можно, конечно, и русского городового упомянуть. Это будет прикольно. Ёшки-матрёшки. Вау! Ха-ха-ха. Пошла, 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 пошла жара, пошла жара. Процесс пошёл. Очуметь, ребята. Такие эпичные скалы получаются. Очуметь, просто очуметь. Они такие ом-ном-ном-ном-ном-ном. Куда-то пропадает неизвестное направление. Здесь у нас какая-то колонна. Времен Древней Римской войны. Единственное, что я не очень понимаю, в честь чего здесь заспавнились руды из всех модификаций, как обычно. Это странно. По крайней мере, странно. По идее, в суперфлоском мире руды не должны спавниться. Но не в нашем случае. Майнкрафт сказал, ничего не знаю, будет там руда, как обычно. И что ещё очень прикольно, что, в общем-то, предметы, которые выпадают обычно, когда вы взрываете блоки, здесь не выпадают почему-то. Прикольно. Скриншот на память. Прикольно. Очень прикольно. Но я сейчас нахожусь, по-моему, в воде. Что-то мне не хочется пробовать. Потому что у меня такое впечатление, что если я сейчас выйду до выживания, меня просто тут же снесёт. По идее, здесь вода, да? Я просто этого не вижу. Нет, здесь нет воды, ребята. Здесь нет воды. Как видите, пузырьков у меня не появилось, значит, здесь воды нету. Ух, ешь, мой экспериментатор. Экспериментирующий. Ну, на самом деле, этим зрелищем можно любоваться бесконечно, ребята. И это очень классно. Так, давайте я сейчас пойду запускать четвёртый мир по счёту. Нужно хотя бы штук пять вам показать сегодня, а то, что ролик будет какой-то не очень. Вау, какая прелесть. Супер, просто супер. Просто супер. Просто огонь. Офигеть. Ещё важный момент, ребята. Снеговиков нельзя производить в автоматическом режиме ни при каких обстоятельствах. Это было задумано специально разработчиками Майнкрафта, чтобы никто никогда не сделал фабрику по производству снеговиков. Поэтому любые варианты плоских миров, например, вот так вот мы ставим поршень. Вот, например, голова, как он называется, снеговиков, да, и два блока снега. Боже, сколько мне таких вариантов писали в комментариях под прошлым видео. Это другой, отдельный тем. Как видите, голова башка просто ломается. Это не баг, это не глюк, это так задумано. Потому что разработчики Майнкрафта считают процесс, автоматический процесс производства снеговиков, страшным читерством. Поэтому это просто убрали из игры полностью. Вот так вот. Идем дальше. Теперь, ребята, обещанный мир из атомных боеголовок, которого так просили сделать. Я, честно говоря, более чем уверен, что это не будет работать. Но, тем не менее, обещанные нужно исполнять, согласитесь. Ладно, давайте поедем. Вообще, хотелось бы, конечно, покрасивше взорвать, но уже просто выемен этого. Поехали! Ей! Сейчас как шандерахнет. Я весь в нетерпении. Игра. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Часть, конечно же, атомных боеголовок снесет взрывами. Это, понятное дело. Но часть из них все-таки будет активироваться. Ну, а теперь, ребята, все то же самое. Но теперь с одним слоем. Это настоящий нуклердинамит. Поехали. Теперь я буду сидеть в домике в момент взрыва. Вот так вот. Зачем? Ну, знаете, когда не видишь взрыва, твой комп способен выдержать этот взрыв. Хотя бы опять будет много людей ругаться на тему. Во-о-о, ты не показал нам взрыв. А какой смысл, если показать все равно невозможно, потому что вылетает Майнкрафт чертовой бабушке. Мы же все никак не можем собрать деньги. Мы на закуску специальный супер плоский мир, который состоит из вот такого динамита 20-кратного. И снизу 100 слоев стекла. Очень интересно, как это будет все выглядеть. Будем смотреть на взрыв снизу. Смотрим. Ух ты, ух ты же, боже мой. Спасибо за просмотр, за подписку и лайки. Ну, а с вами снова был Герон. Всем удачи, всем пока. Я фуру вам бабла. Если вы здесь впервые, не смело заподписывайтесь на канал. Здесь вас ждет масса всяких интересных прикольных видео. Ну, а также не забывайте вы открыть описание и покликать там по ссылочкам. Там у нас всего интересного. Все актуальные рубрики, которые есть на канале в данный момент, вас ждут в полном составе. Так что, ну, правда, это не все рубрики, а те, которые актуальны на данный момент. Потому что есть вещи, которые не совсем актуальны. А роликов всего на канале где-то около 600 штук или 700, ничуть не хуже, чем этот. Ну, не знаю, пишите все, что думаете в комментариях по поводу этого видео, как говорится. Мне кажется, что меня уже утомили ваши суперплоские миры. Ладно, ребят, поехали. Если мы соберем их, мы быстро соберем много лайков. Завтра уже 17 апреля ролик выйдет в 10 часов утра без вопросов. Поехали.